Ну слушайте, чё я могу сказать? Квартира вообще мне в целом очень даже нравится, очень уютная, мне очень даже хочется в ней жить. Ладно, я готов внести предоплату. Как же это забавно! Очередной дурак купился на эту хрень! Тараканы за шкафом, ну да-да. Это нормально вообще? Проход какой-то, дверь? Помогите! Парень, вытащи меня отсюда! Иначе я тут загнусь, блин! Они уже здесь, давай сматывай, быстро! Чёрт! Да, он ушёл походу. Это мой шанс, я думаю, свалить отсюда. Сразу, а неужели это крики того старика? Твою мать, мне не кажется, скелет только остался. Ладно, чё, Стелкарту попробуй позвонить. Стелкарт, мне нужна твоя помощь! Ты чё, Карп, угорел, что ли? Ты хоть знаешь, какой сейчас час? Четыре часа ночи! Идиот, блин! Иди в жопу! Ну слушай, это очень важно! У каждого разное понятие важности! Вот дебил, блин! Выслушать даже не может! Ай, чё-то у меня башка разболелась! Чё такое? Неужели это после бега? Да, не надо было бегать. Хотя, если бы я не побежал бы, то сдох бы, наверное. Чёрт побери! Чё со мной произошло-то? Шкаф, я вот чё-то помню, со шкафом связано. Всё как в тумане, блин! Ничего вот остального не помню! Но, кстати, я насколько помню, я к кровати-то сам не шёл. Я вроде отрубился. У меня башка, помню, болела. Я отрубился в той комнате. Чё это делаю на кровати? Может, я сам не помню, как дошёл до неё? Помню, чё-то какую-то дверь обнаружил. Где только я её обнаружил? Я этого точно не могу вспомнить. О, кстати, ролик смонтирован! Какого чёрта? Я же помню, его не монтировал до конца-то. У меня свет отрубился. Чё, получается, мне всё приснилось, что ли? Причудилось всё-таки, наверное, да? Может, оно и к лучшему. А то там такая хрень, блин, была во сне. Просто жопа. Ладно, сейчас поставлю, в общем-то, ролик на рендер. И пойду ещё немножечко отосплюсь. А? Кто там звонит? Кому, блин, приспичило прийти в такую позднюю ночь? Здорово, Сюдар! Давай открывай! О, Стелкард. Ща, погоди. Тут замок довольно сложный. Здорово. С новосельем, дружба! Давай показывай халупу свою новую. Я же пришёл посмотреть, чё там да как у тебя. Да, конечно, давай заходи. Ща чай выпьем. Какой жопу чай? Я чё, зря принёс пятизвёздочный коньяк? Ха-ха, сразу бы сказал. Ща понемножечку тогда будем. Давай, проходи. Не такая уж и говёная хата, как я думал. Умеешь всё-таки выбирать. Спасибо. Ну чё, давай отметим твоё новоселье. Давай. Давай открывайся, падла. Отлично. Ах, хорошо пошла. А ты чё, кстати говоря, звонил-то? Будто за шкафом у тебя дверь какая-то и там чё-то шуршит. Да риэлтор сказал, что там тараканы. Ах, мерзость хэкэ. Давай в магаз сбегу за дихлофосом. И избавимся до них, тварей. Да не надо с тобой, карта. Чего утруждаться-то? Ты, кажется, не до конца понимаешь ситуацию, карп. Мне неприятно находиться в хате, в которой находятся тараканы. Даже если они не бегают, в принципе. Короче, давай сейчас я сдвину этот шкаф и задавлю их просто тапком, если тебе не нравятся другие варианты. Тапок тоже верный способ смерти мразей. Помоги-ка мне, короче говоря, один не справлюсь я. Не, я пас, Стелкарт. Ты сейчас, блин, сдвинешь его, и там траканы попрут. Задавить их не сумеешь всех. Я в итоге буду жить с этими траканами, и буду меня тут везде ползать, блин. Ты, кстати, чё мне это-то? Бухота не даёшь, я чё-то не пойму, сам выпиваешь? А мне даже ни одного грамма не налил. Хрен тебе, не бухо, пошёл в жопу. Помогать не хочешь, я, значит, один всё выпью. Ай, ладно, я там в магаз пошёл. Хожу, куплю себе пивка. Удачи тебе там, сдвинуть этот шкаф. Надеюсь, у тебя получится. О, дождь, блин. Жалко у меня купюшона нет, сейчас бы напялил и не промок бы вообще. Ну, типа, голова хотя бы не намокла, а так бы я промок. Магазин здесь, в принципе, неподалёку находится. Сейчас хожу, куплю себе пивка и буду радоваться. Вот я и дошёл, отлично. Да, всё работает, дверь открыта. Можно даже, в принципе, две бутылки взять. А то Стокарт будет тоже там орать, типа, чё, я ему не купил. Я ж не такая сволочь, как он. Где продавец, я не пойму, какого чёрта? Спать, что ли, утопал? 24 на 7 там сказано работает. Ни хреноподобного здесь никого нет. Эй, здесь покупатель пришёл. Вы где? Странная фигня. Блин, может быть, я просто оставлю деньги и возьму буху? Хотя, вон, вон там он лежит, вдалеке. Мне, типа, за прилавок-то нельзя вот за этот, чёртов. Кстати, сейчас только вот заметил, что окно разбито. Какого чёрта здесь случилось, блин? Может, что-то реально стрясло здесь? Какие-то грабители, не знаю, ворвались. Ну, хотя, не скажешь по магазину. Ну, типа, ничего, вроде не горбанули. Хватит, парень, нам говорить. Ничего не говори, заходи сюда. Эээ... Это вы продавец? Зачем мне заходить сюда? Куда мне заходить? Просто заткнись и иди сюда. Эм, ладно. Окей. Ну чё, дурак, блин? Ты понимаешь, что полная хрень происходит? Ты чё здесь забыл? В смысле, чё я забыл? Я купить бухло пришёл. Бухло пришёл купить. Там ублюдок разгуливает с бензопилой, который мне окна разбил. Чё? Так это... Вам реально их разбили, что ли? Я думал, вы там просто специальных снесли. Чтоб воздух хорошо шёл, проветривалось, так сказать, помещение. Не неси ерунды! И вообще сейчас лучше никуда не выходить. Потому что этот псих всё ещё там, я думаю, гуляет, разгуливает. Я нож вот схватил и забился в угол. Кто знает, чё и от него ещё, в общем-то, ждать можно. С бензопилой шутки плохи, сам понимаешь. Ну это верно. Ты это, дверь закрой! А то эта мразь сейчас придёт сюда, убьёт нас. Двери, хотев, будут закрыты, то надёжнее будет. Услышим хоть как он войдёт. А чё вы в полицию не позвоните? Это ж просто решение всех проблем. Они тут разберутся сами. Чё вы тут просто сидите-то, ждёте момента какого-то непонятного? Когда он сам сюда зайдёт, убьёт вас? Я пытался звонить, причём неоднократно. Оператор говорил-то, что вы находитесь вне зоны действия. Невозможно, короче, связаться. Ни с копом, ни с братюнями своими я не связался. Вообще ни с кем не мог связаться. Телефон просто не фурычет, связь не ловит никак. Какого хрена? Чё со светом? Да чёрт знает. Может быть этот кретин электропровод там спилил? Да, вполне вероятно. Чё делать-то будем? Не знаю, надо потихоньку как-то выбираться отсюда. А то как-то хреново здесь торчать. Да, солидарен с тобой. Но надо какое-то освещение, нифига не видно. У меня ни фонарика, ни свечи нет, излечу. Ну, чё, кстати, телефон имеется? Точно, чё до меня сразу не дошло, блин. Ну, сейчас хотя бы какое-то освещение есть. Слушай, а можешь мне нож дать? И тогда я скажу, проверю. Так у меня хотя бы какое-то оружие будет, и мне не так стрёмно будет идти. Не, никакого ножа. Мне самому он нужен. Иди так проверяй. Если что, телефоном отбиваться будешь. А, ладно. Блин. Ну, вроде никого пока не видно, кстати говоря. Чё за... Это кровь, что ли? Блин, это попугай мёртвый. Ну, чё он здесь делает? И кто его убил? И его вообще до этого не было, как я сюда вошёл. Только когда свет вырубился. Он появился, видимо. А, блин. Кому это вообще надо, убивать попугая? Ну, это просто что-то с чем-то. Не люблю, когда животных убивают. Ну, главное, что этого бензопильчика здесь нет. Куда-то самотался, видимо. А может, рядом где-то бегает. Продавец, короче, давай быстро выходим отсюда. Пока его здесь нет. И всё. И просто в полицию дойдём. Сами. До полиции. Где здесь ближайший участок полицейский? Здесь неподалёку. Можно добраться через, в общем-то, час примерно. Через час? А это неподалёку ты называешь? Это пешком или ездой? Пешком. Окей. Ну, погнали тогда. Подадим сейчас заявление, типа, кто-то тут распилил себе окна, попугая убил. И всякое прочее. Да и всем будет посрать! Да в любом случае, погнали. А? Чё за звуки такие? Ну-ка. Они вроде... Откуда-то вот оттуда не сдаются. Блин, я сейчас как-то выйду, а там, блин, маньяк. За этой стеной. На дому суроков Кирилла плюнули с трубочки, и он начал внезапно качаться. Что за дебильные шутки? Этот медведь реально сделан для детей? Для каких детей? Нет, для таких даунов, как ты. Какого хрена? Да я уже на твоём месте тоже удивился бы, если бы увидел, как со мной разговаривает плюшевый медведь. Мужик хотел стать поваром, но всю жизнь учился, как правильно зажигать газ. Что за чертовщина? Кузнец профессионал, ковал лучшую сталь в деревне. Его сын спрашивает, научишь меня кузнечному ремеслу? Кузнец вздохнул поглубже и начал стрекотать. Идиот такой. Пацаны паргурили, прыгали по гаражам. Один из них подскользнулся резко и разбил щекой всё лицо другу. Я не верю, что всё это заранее озвучено. Прям какой-то новый технологический плюшевый медведь. Всё, телефон больше не освещает. Батарея на 2% уже осталась. Скоро полностью разрядится. Надо валить, короче. Блин, буху так и не взял. О, сейчас, в общем-то, куплю я у него. Надеюсь, он мне продаст. Стелкарт, я пришёл. Карп, здесь никаких тараканов нет. А чёртова дверь, которая ведёт в никуда. Подожди, Стелкарт, я тебе как раз насчёт этого и звонил. Блин, я вспомнил. Только очень тяжело вспомнить, что там дальше было. Блин, погоди. Точно, я вспомнил. Это клоуны. В этом проходе я клоунов встретил. Звучит как что-то интересное. Давай сходим туда, проверим. Нет, Стелкарт, это исключено. Там опасно. Лучше туда вообще не ходить. Закрыть шкафом его этот проход и всё. И то это не поможет. Клоуны просто его, блин, снова сдвинут. Слушай, а чё со светом, а? Я чё-то понять не могу. Да он, короче, отрубился резко. Я фиг знаю почему. Да. У меня, похоже, ситуация уже была. Короче, я напился. Я и хочу сходить туда. Мне плевать, что ты хочешь и не хочешь. У меня травмаз есть, если чё. Так что не ссыкуй. Погнали. Я вспомнил одного страшного клоуна. Он за мной гнался, хотел меня убить. Ну сейчас ему будет это трудно уже сделать. Откуда у тебя травмат-то вообще? Понять не могу. Да так, для безопасности нашу. Вот на такие случаи. Ты давай не отходи от меня, мне освещение нужно. А то же я ни хрена не увижу. Да я стану травмат, тебе ещё застрелю случайно. Почему тебе так интересно проверить, чё в этом проходе находится? Знаешь, мне прям будто это место манит. Как мышку манит запах сыра. Да, и скоро большущая мышеловка нас прихлопнет. Твою дивизию томатный сок пролили. Только топор там чё делать непонятно. Дрова, наверное, порубили, забыли убрать. Ну чё думаешь вообще на этот счёт? Кто это место вообще сделал? Риотор вообще не говорил ничего об этом проходе. Ну, походу ты правду сказал. А я тебе и не верил изначально. Думаю, меня разводишь. Ладно, пойдём дальше. Если тут скелеты, то тут уже серьёзнее всё это звучит. И твои слова имеют смысл какой-то. Вот оно, то самое место, где я встретил старика. И после этого он умер. Просто появился скелет. Но сейчас почему-то скелета не видно. Видно, клоуны его убрали куда-то. Зря ты всё-таки камеру не взял. А? Юберный театр. Сюда, видать, кто-то идиот. Да, клоуны, наверное, сюда уже бегут. На всех порах убить нас. Да не сыты, у меня волына есть. Чё ты распереживался? Стоим и ждём. Как клоунская рожа появится, сразу застрелю. Если у них нет огнестрела, то я думаю, волноваться нечем. Что бы это ни было, оно уже чёрт. Вон он, смотри. Давай подойди, урод. Умри. Ублюдок чёртов. На тебе на засыпку ещё. Чёрт, ты его убил. Ну и чё с того? Мы же этого и добивались, разве нет? Ты же говорил, что это травмат вообще-то. Ну немножечко соврал, чё поделать? Надо валить отсюда быстрее. Ладно, пойдём. Одного убили, я и на этом тоже рад, в принципе. Слушай, Стелкарт, мне кажется, ты был не человек. С чего ты доряжил? Да потому что он стоял на ногах после того, как ты выстрелил там две пули. И уже после третьей он упал. Ну чё, может просто стойкий? Стойкий клоун, бля. Проклятие, этого тоннеля нет ни конца, ни края. О, наконец-то! Не может быть! Нашли выход! Только знаешь, эта дверь напоминает ту самую, что у тебя в квартире. Это, слушай, не твоя квартира? Нет, уверяю тебя, это не моя квартира. Я помню, предположил то, что этот проход, в котором мы сейчас, в общем-то, ходили, портал якобы меж мирами. И эта квартира на самом деле альтернативная. То, что вот, которую я снял, заказал, арендовал, блин. Ну чё, наверное, погнали на улицу сходим, может там что-нибудь интересное есть. Если эта хана так странно выглядит, то, наверное, на улице ещё страннее всего выглядит, да? Может быть, пойдём. Субтитры создавал DimaTorzok